Приветствую вас, друзья! В сети появились фото и видео, подтверждающие повреждения и уничтожения нескольких танков Абрамс, а также инженерной машины М1150 на его базе. Известно, что США передали Украине 31 Абрамс в модификации М1А1СА. Долгое время они не применялись в боях, а как только появились на передовой, стали объектом охоты. Ведь уничтожение такого танка имеет пропагандистский эффект для врага. На данный момент верифицировано уничтожение трех Абрамсов. Экипажи танков выжили. Это первые потери данных танков в Украине. Потери танков Абрамс были и ранее. Например, во время войны в Персидском заливе США потеряли 23 Абрамса. Во время войны в Ираке 37 танков Абрамс М1А1, а иракская армия потеряла около 80 Абрамсов из 140 переданных им Америкой. Во время войны в Йемене было потеряно 20 саудовских Абрамсов в модификации М1А2С. Поэтому потеря трех танков Абрамс в Украине – это мелочи и на репутацию самого танка уж точно повлиять не сможет. Стоимость одного Абрамса в модификации М1А1СА составляет примерно 2,5 миллиона долларов. Стоимость Абрамса в модификации М1А2 составляет 5,5-6 миллионов долларов. За все время было изготовлено более 10 тысяч танков Абрамс. Российские пропагандисты уничтожение Абрамсов в Украине пытаются раздуть, но при этом они сами никогда не называли Абрамс лучшим танком в мире, в отличие от своего танка Т-90М Прорыв, который Путин при любом удобном случае называет лучшим танком Т-90М Прорыв. Т-90М Прорыв – лучший танк в мире. Вот сейчас можно сказать, что Т-90М Прорыв – лучший танк в мире. Он как только на позицию выходит, все, там некому ничего делать. Дальше, точнее и защищенность выше. А сколько же их уничтожено в Украине? Т-90М Прорыв – это глубокая модернизация танка Т-72. Он был принят на вооружение в 2020 году. Производит их только Уралвагонзавод. В основном это не изготовление танков с нуля, а модернизация более ранних версий танка Т-90. За год Уралвагонзавод может модернизировать до уровня Т-90М около 70 единиц Т-90А. При этом примерная стоимость прорыва составляет 4,5 миллиона долларов. За время полномасштабного вторжения России в Украину было верифицировано уничтожение более 150 танков Т-90, из которых более 60 – это танки Т-90М Прорыв. В основном они уничтожаются ПТУРами и ФПВ-дронами. Иногда в одном месте могут быть уничтожены сразу два, а то и три прорыва. Вот, например, на этом видео подбито сразу три прорыва. Несколько Т-90М украинской армии удалось затрофеять. И теперь они полным ходом изучаются. Современная война показала, что танк на поле боя – это в первую очередь большая и жирная мишень. А наличие огромного разнообразия противотанковых средств не дает ему шансов выжить. Танк стоимостью несколько миллионов долларов может быть уничтожен одним или несколькими ФПВ-дронами стоимостью 500 долларов. В то же время пехота без поддержки танков наступать не может.